здравствуйте друзья целый день сегодня не мог собраться сделать сюжетик вот еду домой сейчас 8 часов вечера и давайте расскажу что тут получилось я вчера вечером наговорил такую небольшую трансляцию на полчасика так с разговорами оппозиции которые у нас есть сис админа у нас на самом деле еще одна есть мы ищем офис менеджера пожаленно у нас тоже уходит там у нее семейные дела поэтому это тоже открытое но тем не менее значит обращались люди довольно много на позицию админскую и я тогда сказал что конечно нам бы хотелось кого-то местного кто уже в америке с разрешением на работу хотя в принципе как бы мы конечно открыты и к тому чтобы там под же иван кого-то привести то есть мы делали это раньше то есть никаких проблем нет если что это время занимает под же иван человека привести это два с половиной месяца три вот редко бывает быстрее не говоря о том что надо еще отобрать человек это отдельная история но если уже мы договорились то два с половиной месяца занимать не говоря уже о том что визу могут просто не дать вот у нас было пару случаев в киеве уже вроде все а потом раз и не не дают визу так бывало в россии вроде не было отказа так вот соответственно я как бы взбудоражил некоторую волну и получились у нас обращение нескольких уровней значит первое какие-то есть люди в сша и даже вполне местные вот так чтобы вот тут прям на местности действительно недалеко но недалеко включая сакрамента то есть сакрамента от нас два часа езды но как бы люди готовы переехали это наверное я боюсь так ну человек 10 вот человек 10 который уже в сша уже с разрешением на работу еще пару человек которые уже ну как бы с визой американской по лотереи прошлого года и которые в общем то вот приезжают там буквально в течение там пары месяцев таких тоже несколько и вторая как бы группа это люди которые находятся за пределами сша и которым нужна виза ну джей например эйчван мы не можем тем более сейчас время такое когда эйчван и не сделать но но повесить джей мы могли бы но вот им нужна виза в принципе и третья волна третья группа это люди которые почему-то им захотелось прислать резюме в принципе вот как-то так на это настроение может такое захотелось прислать резюме но или например написать что вот резюме у меня нету но вообще хотелось там давно вам чего-нибудь написать или вообще поинтересоваться там или там какой-нибудь резюме но совсем не по нашему профилю но говорят ну пусть будет у вас резюме мало ли что вдруг где когда а мы там тогда то есть как бы в практическом плане не не очень так как то это все эффективно но другой стороны я на самом деле очень признателен всем кто откликнулся независимо от степени приближенности как бы к тому определению там кандидата которые мы давали никогда не знаешь так жизнь устроена я вот недавно видео делал да вот там какие-то как это странная цепочка событий каждый из которых само по себе бессмысленно а в результате получилось что-то хорошее знаете поэтому так вот нельзя пренебрегать вот единственно что некоторое время заняло между уроками в перерывах все это посмотреть понять там в какой мы в какой мы ситуации то что если бы ситуация была такая что никого нет из тех что в америке люди то мы тогда сказать ну хорошо давай искать допустим иностранного вот чтобы привести но похоже что до этого не дойдет потому что у нас некоторое количество уже там набралось людей в основном сергей наш админ будет с ними разговаривать завтра тот ну у нас завтра да у нас сейчас 8 вечера соответственно вот у нас завтра он начнет с ними разговаривать а у них тогда время будет вечер в среду да у нас будет среда утра у них будет среда вечер потом будет созваниваться там skype наверно такая такая примерная история Что еще сказать Ну, вы увидите того, кто Там в итоге Получит работу эту Она не такая простая, как может показаться Там очень много разных видов деятельности И некоторые требуют очень Квалификации правильной Не просто так Там одна девушка говорит Покупать оборудование я тоже могу Но это же не только Я не говорю о том, что надо знать, что покупать То есть это не то, что тебе говорят Вот тебе ссылка, пойди купи Это же надо определить, что Потом она приходит, тебе надо собрать, запустить Там, надладить и так далее В общем, все так более сложно Вот Ну, что сказать Да, жалко, конечно, что Сергей Как бы уходит Но он у нас полтора года поработал Он очень сильно продвинулся в английском Он когда пришел Так Представляете, у нас работа требует тоже некоторого общения Там Со студентами Во-первых, они обращаются Когда у них что-то нибудь не устанавливается Вот, например Oracle База данных Такая Standalone Installation Она почему-то на Маке Не так легко идет Вот там народ С проблемой Обязательно подходит Или там Какие-то вещи связаны с автоматизацией То есть он целыми днями помогает студентам Он тесты дает То есть Тесты существуют Но надо посадить Проинструктировать Значит На вопросы ответить И так далее Это не то, чтобы уж такая прям работа Где нет общения на английском Он поначалу, может быть, немножко там жался А потом потихонечку-потихонечку разговорился Он все это время Ходил на занятия по английскому языку И параллельно он освоил автоматическое тестирование Там у него и Java, и WebDriver И так вот В общем, достаточно серьезные вещи делает И в каком-то стартапе Там Ему там задачки давали По автоматизации он их решал Поэтому Как бы время Время двигаться Но как бы в этом смысл нашей работы То есть мы как бы со своей стороны Тоже подставляем плечом Мы понимаем, что Человек к нам пришел Не на вечно А ему тоже надо расти Вот И у нас довольно много Есть контактов То есть я думаю, что Сергею не придется искать работу Вот так, как все люди ищут Мы Я думаю, что София в состоянии Его там поставили Несколько мест на интервью И там глядишь И И получится все Он намного-намного сильнее Чем наш Хороший выпускник Намного То есть он, собственно, и не выпускник Но Он прослушал много занятий Собственно, и записывал И прослушал И так далее Он, конечно, уже Уже за той чертой С той стороны баррикады С профессиональной стороны Вот Так что мы Мы расскажем Я буду так Держать вас в курсе Могу только сказать Знаете, что Я за этот день Вот сегодняшний Посмотрел много резюме Почему-то нам резюме Шлют Вот Знаете, прям по-русски Ну, то есть Я, конечно, могу прочесть По-русски тоже Но Наверное, уже мозги Настолько привыкли К американской Что ли Схеме Что вот я читаю Там Название должностей Какие-то все начальники А нам же не начальник Нам же вот просто человек Там Мы ему говорим А как же Вот ты же начальник Ты же давно не делал Сам ничего руками Он говорит Да нет Он говорит Что вы Это же Ты подразумевает Что я сам руками Вот все делаю Там Поддерживаю Сеть Там В компании То есть Такие резюме По которым Понять Что он на самом деле Делал Вообще невозможно И Это в минус Большой Честно То есть Если невозможно Понять А есть выбор Из резюме Есть резюме Где понятно Что человек делал То соответственно С одним разговаривать А с другим нет То есть В американской Как бы Системе Ценностей Вот В отношении резюме Есть какой-то взгляд На это дело Я не знаю Может быть В Российской Федерации В Украине Там как-то по-другому А может быть Зависит от профессии Как-то конкретно Я не знаю Но в общем Я был очень удивлен Многими резюме Такими И структурой И невозможностью Понять Чем человек Занят Такое ощущение Что специально Пишется Чтобы не понять Что он там делал Но большой начальник Видно Что крутой начальник Какой-то А вроде мы начальника Не искали Ну в общем Не знаю Какая-то у меня Конфузия С этого дела Происходит Хотя я Еще раз Со всеми скидками Я не то что Там из Австралии Какой-нибудь Абориген Я понимаю Что есть специфика Но тем не менее Это немножко странно Смотреть Да Некоторые просто Трудно читать Они Сделаны Вот как мозаика Какая-то Там Как-то раскидана По кусочкам Влево-вправо Цветами покрашена Какими-то Желтенькими Красновенькими Кружочками Просто как Вот какая-то Я даже не знаю Из генерального штаба Какая-то схема Там Наступления Даже не знаю В общем Такие вот странные Тоже оформления Да В общем Интересно Интересно Вот У нас так простенько Все пишут Совсем простенько Кроме того Резюме Когда его подгружаешь Там на какой-нибудь DICE Там или куда Вот Там если формат Немножко заковыристый То DICE Его просто ломает И выходит Такая мусорка Что вообще Прочесть ничего невозможно Например DICE Почти не берет нормально Формат PDF То есть если резюме В PDF И вы подгружаете То рекрутер Его не прочтет Ну то есть У рекрутера есть доступ К самому файлу Он может файл потом Открыть отдельно И там все будет нормально Но вот В том интерфейсе Который рекрутер Ну дан И там есть место Для резюме Там вообще не читаемо Ну и так далее Я просто так рассказываю Да В общем Пока так Все ребят Счастливо Я что-то устал С ног валюсь Честно Вот Вчера урок Сегодня урок В четверг у меня урок В общем Как-то сложно дается Все-таки уже Не 25 лет И даже не 34 Ну Ничего Я не жалуюсь Все нормально Все Счастливо Я надеюсь Что к завтрему Охлемаюсь И что-нибудь С утречка Тоже наговорю Счастливо